Казахстан ЕС верит, что страна продолжит исполнять эту роль как пример развития хорошей демократии. Казахстан Основной налог, который отменится, скорее всего, будет касаться индивидуальных предпринимателей, и будет отменен именно налог 3%, который платит индивидуальный предприниматель по упрощенному режиму, и 1-2% это предприниматели, которые работают по патенту на предстоящие 3 года. Я думаю, количественно индивидуальные предприниматели останутся на том же уровне. Будет качественный скачок. И через 3 года мы получим довольно конкурентоспособную аудиторию в количестве 1-2% человек. Предпринимательство является ключом для развития экономики любой страны. Так, в развитых государствах доля МСБ в ВВП достигает порой 80%. При этом, отмечают эксперты, не стоит забывать, что бизнес – это конкуренция. И чтобы отвоевать себе место под солнцем, необходимо хорошо зарекомендовать себя, производя качественную и доступную продукцию. Например, вот в Каскелене открыли предприятие по производству памперсов для детей. Весь товар быстро раскупает Россия, Узбекистан и Кыргызстан. Это говорит о том, что они востребованную продукцию делают, только высокого качества, но и по доступной цене. По мнению аналитиков, подстегнуть рост сектора МСБ поможет также увеличение госзаказа, масштабная работа по обеспечению потребностей и насыщению внутреннего рынка, расширение объёмов и номенклатуры товаров, импортозамещение и, безусловно, выход на экспорт. Казахстан И уже после выдавать лабораторные анализы. В этом направлении мы сейчас работаем. А это отечественная компания, занимающаяся производством уникальных беспилотных летательных аппаратов, только намерена войти в список участников зоны. Её представители надеются, что помимо льгот и налоговых преференций им удастся расширить здесь свою производственную линейку и найти новые рынки сбыта. На сегодняшний день вообще в мировой практике стоимость услуг беспилотных летательных аппаратов на сегодняшний день составляет порядка 6 миллиардов долларов. Прогноз на 2025 год это порядка 65 миллиардов долларов. Представляете, какой скачок. То есть на сегодняшний день это ещё такой большой, огромный потенциал работы не только в мире, но и в целом в Казахстане. По словам аналитиков, благодаря работе СЭЗов не только растут объёмы вложенных в экономику города средств, но и реализуется экспортный потенциал отечественных предприятий. Казахстан Казахстан На заводе уже произвели более 50% минеральных удобрений от запланированных объёмов на этот год. Это хороший результат. И мы будем его придерживаться. А чтобы конкурировать с другими компаниями, мы повсеместно внедряем новые технологии. Если за 7 месяцев 2018 года объём экспорта у нас равнялся 30%, то в этом, за этот же период, мы уже достигли показателя в 72%. С 2022 года на заводе планируют выпускать до 1 миллиона тонн минеральных удобрений в год. Для этого построят дополнительный цех по производству Амафоса. За счёт расширения производства возрастёт и экспортный потенциал продукции. Рост объёма сельхозпродукции в 4,5 раза. Таких показателей можно достичь благодаря поэтапному увеличению площади орошаемых земель до 3 миллионов гектаров к 2030 году. Об этом в послании народу Казахстана говорил Касымжомарт Токаев. Отметим, в Казалардинской области уже к 2022 году площадь орошаемых земель планируется довести до 300 тысяч гектаров. Для того, чтобы довести орошаемые площади до 300 тысяч гектаров, мы вводим новые 96 тысяч гектаров земли. На эти новые земли подведём новые каналы. Для поливов используем капельное орошение, подземные воды, повторное применение воды из коллекторов. Чтобы не зависеть от уровня воды в реке Сарделья, специалисты нашли новые решения. По их замыслу, повышение потенциала севооборотов не уменьшит площадей посевов. Главное – сельскохозяйственная культура региона – риса. При этом предпочтение отдадут маловодозатратным культурам, таких как софлор, пшеница, донник, соя, сорга. Они могут служить, во-первых, кормом для скота, во-вторых, повышать плодородие земли. Эти растения впитывают в себя соль почвы, устойчивы к солёной земле, то есть восстанавливают почву. На второй год их называют фитомиллиоративными растениями. Они улучшают структуру и плодородие почвы, обогащают её азотом и уменьшают рост сорняков, меняют биоорганическое состояние земли. В регионе также поэтапно будут производиться очистка орошаемых каналов и реконструкция гидросооружений. А ещё разработан системный план по восстановлению деградированных или неиспользуемых земель. При реализации проектов будет восстановлено 187 тысяч гектаров земель. Под эти цели Всемирные и Азиатские банки развития выделяют порядка 164 миллиардов тенге. Реализация программы даст возможность развить сельское хозяйство области на 30-40 процентов. Ещё на 25-30 экономить воду. Вышеперечисленные – это ещё не все меры, разработанные в Казлардинской области для увеличения площади орошаемых земель. Есть среди них и строительство двух водохранилищ реки Сардарья – Шиелинском районе и Каракози. Они позволят обеспечить маловодный вегетационный период живительной влагой 110 тысяч гектаров поливных земель региона. Мороженое из козьего молока. Впервые в Атароузской области начали производить необычное лакомство. Это 16-й по счёту продукт, который выпускают на местной ферме. Хозяйство наладило поставки своего мороженого по всем соседним регионам. Также найти необычный продукт можно и на российских прилавках. Состав мороженого – это молоко, взбитые сливки, сахар, ваниль. Всё это натуральные продукты. А утончённый нежный вкус придаёт козье цельное молоко. Отметим, гордятся здесь не только своим мороженым. Хозяйство производит весьма востребованную и разнообразную продукцию. Несколько видов сыров и сметаны, молока и кефира, творога и йогуртов, сыворотки и курта. Козочки от природы очень любопытные. Вот вы видите. Возможно, это хорошо, но они могут съесть тот предмет, который им попадается по пути. Поэтому за ними нужен глаз да глаз. Козье молоко весьма питательное. По многим свойствам оно очень близко к материнскому. И даже считается, что выводит из организма радионуклеиды и излечивает от воспалений. Продукция фермы отправляется в больницы и детские сады. Высокое качество позволило хозяйству занять свои ниши на рынке, вытеснив импортные продукты из козьего молока. Хлопок – одна из самых известных сельскохозяйственных культур Таджикистана. В стране начался массовый сбор сырца. Урожай в этом году богатый, поэтому фермерам отдыхать некогда. Хлопка на полях много, поэтому и работа идёт быстро. А дальше всё зависит от тебя. Если не лениться, можно хорошо заработать. В Яванском районе этой культурой занимается семь хозяйств. На полях преимущественно тонковолокнистые сорта. Куджант – 67, китайский и флэш. Плоды коробочки созревают неравномерно. И убирать их комбайнами нельзя, только вручную. На полях работают около 2000 жителей. Мы планируем собрать весь урожай. Это больше 25 тысяч тонн хлопка за два месяца. Ежедневно на переработку сдаётся 124 тонны хлопка. У нас есть договорённость с фабриками нашего района. Десятки машин ежедневно с поля забирают сырьё. На заводах хлопок проходит двойную очистку. После этого и воспрессовывает в брикеты и отправляет на местные фабрики. Половина урожая уходит на экспорт в Иран, Россию и Турцию. Узбекистан становится новой точкой роста для международных туристических потоков. В этом году республика уже приняла больше трёх миллионов путешественников со всего мира. Однако желающих проехать по маршруту от Ташкента до Хивы с каждым днём всё больше. Вот этот миндаль, назвать бумажным, очень легко ломает руками. Это фарварда с сахаром сделана. Вкус такой хороший, вообще невозможно сказать. Я вам переготаю набор. О, я гостя всегда уважаю. Старейший сиапский рынок в Самарканде принимает туристов. Запах восточных специй и аромат спелых дынь такой, что устоять невозможно. И всё это на фоне красивейшей мечети Тамерлана. Путешествие по Узбекистану начинается отсюда. Обязательно остановка Древняя Бухара. Чтобы создать сложнейшие узоры на этих коврах, мастерицы тратят несколько месяцев. Но к туристическому сезону, который начинается в сентябре, здесь готовы сотни изделий. В Бухару нужно приезжать, потому что почувствовать этот восточный дух. И погулять по старому городу и попробовать бухарскую кухню. Город с древних времён был и остаётся духовным центром Центральной Азии. Именно сюда приезжают учиться редкому мастерству каллиграфов, что расписывали здания старого города. В замысловатых узорах можно увидеть цитаты из Корана, фамилии правителей и даты важных событий. Мимо этой кузницы старого города туристы не проходят. В свои 73-ше Карим Камалов выплавляет самые прочные ножи. Этим занимались пять поколений его семьи. Чтобы слои металла превратить в дамасскую сталь, уходит много часов тяжелейшего труда. В моём мастерской кто заходит с чем-то, он пусть ими не выходит. Я должен делать так, чтобы он что-то купил у меня. Узбекистан называют музеем под открытым небом. Под Термезом, например, находится один из древнейших буддистских храмов планеты. В этом году очередная находка – город, построенный Александром Македонским. Историки уже назвали это маленькой археологической сенсацией. Она тоже может вызвать интерес туристов. Мораторий на вырубку саксаула позволит значительно увеличить плантации кустарника и существенно реанимировать часть высушенных земель в Казалардинской области. Напомним, запрет начал действовать с 2015 года. Сегодня в регионе 7 миллионов гектаров государственного лесного фонда. На трёх из них растёт саксаул. За годы моратория он разросся не только на площадях лесного фонда, но и на территориях частных угодий и сельских округов. По словам экспертов и местных жителей, решение продлить запрет на вырубку саксаула ещё на пять лет было верным. Экологическая польза природе огромна. Научно доказано, что одно деревце саксаула задерживает 10 квадратных метров песка. В Шиэлейском районе семена саксаула мы каждый год высаживаем на 900, а саженцы на 300 гектарах. Почти половина приживается. Это хороший показатель. Кроме того, особо отмечу, что в районе резко увеличились площади саксаульников, выросших природным путём. В столице прошёл предпоказ полнометражного художественного фильма «Каламгер». Картину сняли по заказу агентства «Хабар» при поддержке Министерства информации и общественного развития. Идею реализовали в рамках программы «Рухани Жангру» и статьи «Семь грани великой степи». Отметим, лента посвящена жизни и работе писателя и поэтов 70-80-х годов прошлого века. Повествование перенесёт зрители в Алма-Ату тех времён. Особый колорит к картине добавляют архивные видео тогда ещё столицы Казахской ССР. По словам авторов, за основу фильма взяты реальные события. История развивается в стенах известного в тех лет кафе «Каламгер», где собирались обычно по вечерам, по выходным известные деятели культуры, искусства, литературы и обсуждали глобальные вопросы общества, в том числе и главные проблемы казахского народа, казахской литературы. К сожалению, в советские времена было очень много запретов, было очень много цензуры и не всегда приходилось при открытых площадках обсуждать какие-то актуальные вопросы, тренды литературы казахской нации. Большинство писателей того времени внесли огромный вклад в развитие казахской литературы. Несмотря на то, что была жесточайшая советская цензура, в свет вышли кочевники Есинберлина Азе и Ясулеменова. Отметим, премьера фильма в кинотеатрах Казахстана состоится 12 сентября, а в эфире телеканала «Хабар» картину покажут в декабре. Кроме того, агентство планирует выпустить и сериальную версию проекта. Жанат Бактай приглашает. Известная оперная певица и заслуженная артистка Казахстана представит сольную программу на главной театральной площадке страны. Творческий вечер Жанат Бактай посвящен юбилейной дате – 30-летию на сцене. Петь знаменитая сопрано будет в сопровождении хора и симфонического оркестра «Астана-опера». Дирижерами выступят заслуженные деятели Казахстана Тимиржан Ержанов и Абзал Махеддинов. Также в этот вечер зрители смогут услышать солиста Московского театра «Новая опера» Ярослава Абаимова, заслуженного деятеля республики Медеда Чутабаева, Судета Байгожина и Азамата Жильтаргузова. Мы постарались собрать в этом концерте достаточно большой концерт, разнообразную программу, будут большие номера из разных-разных опер и оперет. Будет также маленький фортепианный концерт, концерт-штюк, который я буду играть. Будет также разного-разного типа ансамбли, очень интересный, с солистами, которых она пригласила. Это такой, с одной стороны, традиционный, с другой стороны, довольно необычный оперный гала-концерт. Познать историю, традиции и обычаи, ощутить себя в образе настоящего намада, прочувствовать атмосферу минувших столетий. Такие возможности предоставляют жителям и путешественникам этно-аулы. Подобные аутентичные селения специально устанавливают в странах Центральноазиатского региона. Благодаря им все желающие могут прочувствовать культурную среду кочевых цивилизаций. Так, в Шилинском районе, Кызлардинской области, в рамках программы «Рухани-Жангру» такие импровизированные этно-аулы созданы в 22 сельских округах. В них демонстрируют процесс приготовления национальных блюд, проходят выставки ремесленников, выступления творческих коллективов. Такие мероприятия, говорят специалисты, позволяют сохранить самобытную культуру и передавать духовные ценности молодому поколению. В этом году, в год молодежи, работа этно-аула имеет большое значение в воспитании подрастающего поколения нашего района. Такие мероприятия помогают возрождать и развивать старинные обычаи и традиции, забытые направления музыкальной культуры и декоративно-прикладного искусства. Продолжение следует...